Я считаю, что в 2020 году Бог устроил нам тренировку. Нам нужно, чтобы церковь изменилась, стала более живой, активной, молитвенной, различающей, способной слышать, уверенной, более наполненной Словом Божьим. Бог отправил всех нас тренироваться, чтобы быть благочестивыми. Это сессия называется «Базовая тренировка». Базовая тренировка. Матфея, 24 глава. Это самый длинный пророческий дискурс Иисуса. Я хочу прочитать вам несколько стихов из Матфея, 24 главы. Иисус говорит о нашем мире во время перед Его возвращения. Он говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедана будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, в свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Иисус заканчивает финальным событием. Он говорит, Евангелие Царства будет проповедано по всему миру. Поэтому не расстраивайтесь из-за других вещей, которые, как сказал Иисус, будут указывать на конец века, хоть некоторые из них и кажутся неприятными. Все потому, что главным событием будет проповедь Евангелия Царства всему миру. У нас есть инструменты, технологии и возможности, чтобы выполнить эту задачу в нашем поколении. Но Иисус сказал еще нечто. Я хочу обратить ваше внимание на это. Это слова нашего Господа. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. В греческом есть много слов, означающих любовь. Есть эрос, телесная любовь, филео, братская любовь. Но здесь используется слово, которое означает «любовь», похожее на любовь Бога. Он говорит о любви в сердцах народа Божьего. Кардинальный прирост беззакония переведет к тому, что народ Божий перестанет житься в любви. Нам не нужно быть особо просветленными, чтобы понять, что это происходит прямо сейчас. Я начну с церкви и поделюсь простыми наблюдениями, которые указывают на то, что мы отвернулись от любви Божьей. Мы часто слышим это в церкви. Люди говорят, я не верю, что Бог пошлет кого-то в ад. Я уважаю ваше право на личное мнение, но это не обоснованное мнение. Писание говорит нам о другом. Я слышу, как люди говорят, ветхий завет слишком жесток. Я человек нового завета. Я рад, что вы предпочитаете думать о хорошем. Но в новом завете также есть книга откровения. И значительная часть населения Земли будет уничтожена от суда Божьего. В новом завете. Я не хочу подчеркивать темные моменты, но я и не хочу, чтобы мы были наивны и отрицали истину. Другие говорят, Бог есть любовь. Так и есть. Но Он также справедлив. Сегодня многие христиане ставят под сомнение авторитет Писания, Его аутентичность. Мы можем использовать Его для поисков исторической информации, но мы отвергаем Его во многих сферах в качестве принципа веры и жизни. Пожалуйста, не считайте себя последователем Христа, если вы не принимаете Слово Божие в качестве основания веры и жизни. Мы отвернулись от оснований. Также популярно среди многих христиан ставить под сомнение или отрицать уникальность и господство Иисусом. Мы говорим о многих путях к Богу. Говорим о других проявлениях веры в мире, других религиозных лидерах. Будде, Мухаммеде. Иисус сказал, Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус из Назарета, либо Сын Божий воплоти, либо обманщик. Не может быть и того, и другое. Мы должны вернуть свои сердца к правлению Божьему. Другие говорят, все эти «не» слишком жестоки. Разве мы не можем быть не такими резкими? Чуть более инклюзивными. Третьи говорят, что заявления о «не» актуальны. «Если у тебя есть свободное время, или тебе нечем заняться, и что их не стоит принимать в качестве указаний для жизни, я вижу, что уважение к Божьим принципам, основаниям и закону в церкви падает быстрее, чем уважение к закону в мирском обществе». А все это происходит прямо у нас на глазах. Мы спали. Мы просто не обращали достаточно внимания. Для нас это не было особо важно. Мы пожимали плечами и говорили «ну, ничего». Меня пугает то, что я вижу в нашей стране. Вопрос не только в 2020 годе. О вирусе, о вызовах, с которыми мы столкнулись. Мы видели, что происходит в общественной сфере уже некоторое время. Люди предлагают открыть границы. Они говорят, что мы не должны ограничивать иммиграцию. Если мы сделаем это, то больше не будем суверенной стороной. Это невозможно. Мы видели намеренный подрыв доверия в отношении органов правопорядка и военных. Это не случится в какой-то другой момент истории. Это происходит прямо у нас на глазах. Если мы не будем охранять наши сердца, то скажем, «Ну, это не коснулось нас». Это не так. Монами. Если мы не будем использовать свой голос сейчас, пока у нас есть свобода и право собираться вместе, то когда они придут к нам, бросят что-то в окно вашего дома или бизнеса, не останется тех, кто заступится за вас. Так что же нам делать? Молиться, говорить об этом с друзьями, помогать проснуться тем, кто спит. Не игнорируйся. Все это стало возможно благодаря тому, что население отвлеклось, не было проинформировано. И в центре всего этого находилась церковь. Мы отбросили Слово Божие. Мы не были рады делам Духа Святого. Мы были поглощены эгоизмом, своим комфортом. Мы не смогли стать теми стражами на стене, которыми нас хотел видеть Бог. Мы — соль и свет. Церковь обладает потенциалом изменить все это. Не политика или партия. Это захватывающее время. Базовое обучение. И начну я, пожалуй, с очевидного. Иисус из Назарета — Господь. Послание филиппицам, 2 глава, 9 стих, говорит, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Творец неба и земли, создавший этот мир словом, дал Иисусу высшее место и имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено, небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Я не хочу, чтобы в вашем сердце или в ваших мыслях было смятение. Мы выбрали Иисуса из Назарета в качестве Господа нашей жизни, потому что Ему нет равных. Ему дали высшее имя на небе, земле и преисподних, во времени и за Его пределами. Он находится на самом высшем месте. И для нас честь называть Его Господом. Носить имя Иисуса — это величайшая привилегия вашей жизни. Это привилегия больше всех остальных групп, к которым вы относитесь. Выше тех степеней, что вы получили, выше тех ресурсов, что вы накопили. Все остальное, что вы используете для описания себя, является второстепенным в сравнении с честью и привилегией ношения имени Иисуса. Я не считаю, что мы должны быть надменно осуждать или критиковать, но я также не считаю, что капитуляция и толерантность в отношении лжи, неправды, обмана, оккультизма и нечестия могут принести честь Господу или дать нам больше возможностей. Я вижу, что наши толерантности, уступки не приносят ту же толерантность и те же уступки с другой стороны. Я хочу, чтобы имя Иисуса чтили снова в школах, в университетах, в судах, в больницах. Это наше наследие как народа. Это было частью нашей страны с самого основания. И как смеет кто-то говорить, что наше наследие незаконно, и его не нужно почитать. Это задание царки. Иисус, Господь. Есть вторая вещь, которую вам нужно знать. Вас пригласили в царство. Это так. Независимо от условий вашей жизни, путь открыт всем. В послании к римлянам, 10 главе 9 стихе, говорится так. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Скажите, а спасешься от чего? От вечности без Бога, благодати и милости. Спасешься от вечности осуждения за отвержение Иисуса из Назарета в качестве Господа своей жизни. Не позвольте лицемерию или нечестью других, которые связывают себя с христианской верой, забрать возможность, которая дана вам. Царство Божие будет состоять из представителей всех наций, рас, языков и племен. У подножия Креста рады всем. Вопрос не в вашем IQ или банковском счете, не в дарах, которые у вас есть или которых нет, не в хорошем или плохом отношении со стороны людей. Вам нужно сделать выбор. Признаете ли вы Иисуса из Назарета Господом в своей жизни, Господином и Царем? Иисус Господь и вас пригласили в Царство. Третье – это приглашение к новому образу жизни. Не к религии или церкви, но новому образу жизни. Римлянам 14 глава 7 стих говорит, «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господь. Задача христианского пути – не повторить молитву и окунуться в бассейн, а переориентировать вашу жизнь на новый путь. Это нечто большее, чем встреча на выходных на религиозном служении. Это связано с каждым аспектом вашей жизни. Бизнесом, отношениями, взаимодействием с семьей, взаимодействием с миром. Наша вера существовала на протяжении тысячелетий, несмотря на перемены в культурах, идеологиях, политических и экономических системах. Наша вера устояла, потому что она выше этих вещей. Вот почему мы не можем оставить основания веры. Если мы сделаем это, наша культура падет. Отвергать Слово Божие непрогрессивно. Мы призваны к новому образу жизни. В Послании к Ефесянам сказано, что мы призваны отложить прежний образ жизни ветхого человека. Если есть прежний образ жизни, то значит есть и новый. И радостная новость нашей веры состоит в том, что то, что определяло вашу жизнь, ограничивало ее, то зло, что касалось вас, все проблемы, что касались вас, благодаря силе креста и пролитой крови Иисуса, вы можете восстановиться, освободиться, обновиться, получить новое будущее. Ваше прошлое, ошибки, грехи других не имеют права ограничивать вас. Креста достаточно. У нас есть послание для мира. Это радостная весть. Это не послание осуждения или ненависти. Это послание свободы. Есть последняя базовая вещь, о которой вы должны помнить. Прежде чем совсем будет покончено, нас ожидает оценка. Римлянам 14.10 говорит, «Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано «Живу я», — говорит Господь. «Предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Каждый из нас... Для последователя Христа это не будет суд, на котором определится его место, ад или небеса. Если вы провозгласили Иисуса Христа Господом в своей жизни, то это будет суд за то, что вы делали, живя на земле. Это будет суд о том, что вы сделали с тем, что Он доверил вам, как вы использовали дары и возможности, которые Он вам дал. Важно жить ради наград, которые Бог приготовил вам. Вы можете думать, что Бог не наблюдает за вами. Вы можете жить в нечестии и аморальности, думая, что вам все сойдет с рук, и никто не заметит. Или что это ваша личная жизнь, и вы можете поступать, как захотите. И тут есть доля правды. Вы можете поступать, как захотите, но Писание ясно говорит, что есть путь, за который Бог даст награду. И Дух Божий приглашает нас жить так, чтобы, выйдя из времени и войдя в вечность, Творец сказал вам «хорошо». Я хочу использовать оставшиеся минуты, чтобы поговорить о том, что Бог делает вокруг нас и перед нами. Это возможности, которые открывают нам эти основы. Бог собирает армию добровольцев. Он пригласит вас. Он покажет вам приглашение, но решение об участии в ней за вами. В Писании Бога называют Господом армией. Я бывал в либеральных, богословских кругах, и мало что злило их так, как слова о Господе армии. Они представляют Бога в виде пацифиста, но это не так. В Писании говорится о Господе сил. Буквальный перевод «Господь армии». Солом 45, 8 стих. «Господь сил с нами, Бог Иаковы, заступник наш». А во втором послании Тимофею Павел дает указание молодому человеку, которого он наставляет вере. Послушайте его указания, потому что они актуальны для нас в это время. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Трудящемуся, земледельцу, первому должно вкусить от плодов. Разуми, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Первое послание Тимофею, 4 глава, 6 стих. Павел говорит, упражняй себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Упражняй себя в благочестии. Вы осознаете, что мы проходим фазу тренировки в 2020-м. Мы не держимся только для того, чтобы вернуться к тому, что было в феврале. Бог тренирует нас, чтобы мы стали другими в этом году. Христиане постоянно говорят мне, пастор, я стараюсь. Я ценю это, но этого мало. Если важен результат, то попытка — это не наша планка. И практически все христиане говорят, я пытался. Пусть тебя благословит Бог. Я хочу предложить библейский метод. Упражняйся, тренируйся в благочестии. Тренировка — это поведение, которое связано с дисциплиной и распорядком, которое позволяет вам достичь чего-то в будущем, чего вы не можете достичь сейчас. Я верю, что в 2020 году Бог тренирует нас. Нам нужно, чтобы церковь изменилась, стала более живой, активной, молитвенной, различающей, способной слышать, уверенной, более наполненной Словом Божьим. Бог отправил всех нас тренироваться. Тренироваться, чтобы быть благочестивыми. Есть и вторая часть тренировки. Нам нужны перемены в мышлении. Я уверен, что тренировочный лагерь способен изменить наше мышление. В армии вам нужно перейти от гражданского мировоззрения. Павел сказал, что солдат хочет угодить своему командиру. Нам нужны перемены в мышлении. В Писании есть множество примеров, но у меня нет времени, чтобы пройти их все. Я приведу один пример. В Деяниях 10 главе мы видим, как Бог перестраивает мышление Петра. Прежде чем посмотреть на это, я хочу напомнить, что это 10 глава Деяний. Петр был лидером церкви в Иерусалиме. Это он проповедовал в День Пятидесятницы и три тысячи человек крестилось. Петр три года лично участвовал в служении Иисуса на земле. Петр ходил по воде. Петр собрал корзины с едой после того, как пять тысяч человек наелись. Петр был рядом, когда Лазарь воскрес из мертвых. Петр сам воскрешал людей из мертвых. Когда Петр ходил по Иерусалиму, больных клали на улицы, потому что некоторые исцелялись, когда на них падала его тень. Петр не был новичком. На самом деле, его резюме внушительное. Но в Деяниях 10 главе Петру нужно изменить мышление, ведь в противном случае он будет ограничен в том, что Бог может сделать через него. Он ждет своего обеда и видит отверстое неба и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему. Встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, «Нет, Господи». Он был набожным иудеем. Он соблюдал кошер. Он не мог есть ничего из этого. В противном случае он бы потерял свой статус. Петр считал, что это сделает его нечистым. Бог ясно говорил, «Ешь». А Петр отвечал, «Нет, нет, нет. Я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, «Ты не почитай нечистым». Не называй это нечистым, Петр. Эта ситуация повторялась с ним трижды. Одного было мало. И до конца недели он оказывается в доме Корнилия, римского центуриона. И события из второй главы Деяний повторяются в Кесарии, в доме римского центуриона, язычника без завета. Тогда Петр говорит, «Теперь я понимаю, что Бог нелицеприятен, и что Он сделал для верующих иудеев в Иерусалиме, Он сделает и для верующих не иудеев в других местах». Мир изменился в десятой главе Деяний. История Нового Завета изменилась в десятой главе Деяний. Это настолько же драматично, как и разделение Красного моря. До десятой главы история была в основном связана с иудеями. После десятой главы Деяний она открылась всему миру. Богу было нужно, чтобы Петр, камень Первой Церкви, изменил свое мышление. Вот вам вопрос. Некоторые из вас уже давно являются христианами. десятилетиями. Некоторые из вас прослушали столько проповедей, что могут дополнить меня, если я запнусь. Можете ли вы представить, что Бог принесет перемены в ваше мышление, и хотите ли вы учиться, можем ли мы смирить себя? Друзья, цель не в том, чтобы вернуться туда, где мы были. Вернуть момент из далекого прошлого. Мы должны сказать Господу, что у Тебя есть для нас. Нам нужны перемены в мышлении. Нас взяли на новое задание. Мир изменился в этом году. А третий компонент базовой тренировки — это научиться жить под властью. До этого вы сами были себе властью. Есть гражданские законы, но они обычно далеки и имеют лазейки. Но если вы записались в военную структуру, вы оставляете автономию. Ваша жизнь помещается в хорошо продуманную структуру управления. И когда вы признаете Иисусом, Господом своей жизни, то жизнь перестает быть вашей. Это не ваши дни, не ваш календарь, не ваш банковский счет. Мы живем под властью Царя. Если вы не делаете этого, то, что говорит о том, что вы последователь Христа, мы живем под властью. Это то, что мы узнаем, что развивается в нас. В Первом послании к Коринфянам сказано, «Бегайте блудом». Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть — храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою цену. «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Бог наблюдает. Мы находимся под Его властью. В Евангелии от Луки 7 главе мы видим одно из самых драматичных событий в личном служении Иисусу. Он в Капернауме. Римский центурион говорит Иисусу, «Мне нужно, чтобы ты исцелил моего слугу». Иисус начинает идти, но центурион останавливает его и говорит, «Я не заслуживаю того, чтобы ты пришел ко мне домой. Просто скажи слово, и моему слуге станет лучше». Я сам обладаю властью, я отдаю приказы людям, и они делают, что я приказал им. Я вижу власть в тебе. Ты обладаешь властью над болезнями, демонами, ветром и волнами. Если ты просто скажешь слово, мой слуга поправится. Писание говорит нам удивительные слова. Сказано, что Иисус был поражен верой этого человека. Вы бы хотели, чтобы ваша вера поразила Иисуса? И это не был человек, который проводил время в синагоге или в изучении слова, просто он увидел власть в Иисусе и смирился, подчинившись его власти. Мы бунтовали слишком долго. Мы народ под властью. Люди часто говорят мне, «Пастор, я знаю, что говорит Библия, но позвольте мне сказать, что я думаю». Обычно я стараюсь выслушать человека. Но знаете, друзья, мы должны подстраивать свои мысли в соответствии тому, что говорит Библия. Мы можем и не понимать всего, но мы должны принять решение соответствовать тому, что говорит Бог. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не в выборах. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. Нам нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллена, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйтесь сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Церковь. Мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами.